Для многих знакомая ситуация. Затрудненный запуск двигателя после стоянки или в холодное время года. В какой момент пора менять аккумулятор? Как правильно его подобрать? Что сделать, чтобы он работал долго и надежно? Эти вопросы мы зададим лидеру рынка, производителю аккумуляторных батарей Варта, компанией Клэриус. Андрей, какие симптомы говорят о том, что подходит время менять аккумулятор? Наиболее очевидными признаками плохой работы аккумуляторной батареи являются затрудненный запуск двигателя после длительной ночной стоянки, затрудненный запуск двигателя при отрицательных температурах, низкое напряжение самой аккумуляторной батареи и достаточно высокий пусковой ток, неспособность аккумуляторной батареи принимать заряд и снижение емкости. Об этом, в частности, может сигнализировать контрольная лампа на панели приборов у водителя, или это может быть выявлено при обслуживании автомобиля в автосервисе и диагностике аккумуляторной батареи. То есть множество симптомов. Как же поставить точный диагноз? Необходимо осуществить диагностику электрооборудования автомобиля, замерить токи утечки в состоянии покоя, проверить работу генератора. При необходимости можно обратиться к автоэлектрику автосервис или использовать профессиональное оборудование, батарейные тестеры. То есть если проблема в электрооборудовании автомобиля, то замена аккумулятора на новый временно снимет эту проблему, но сама она не уйдет. Да, именно так. Необходимо понять, в чем причина, в электрооборудовании или в аккумуляторной батарее. Хороший вариант для этого использует батарейный тестер. Эта батарея в хорошем состоянии, но ее необходимо зарядить. Если батарея не принимает заряд и показывает низкий НРЦ и низкий ток холодной прокрутки, то батарею необходимо заменить. Также мы знаем, что аккумуляторы после чрезмерно длительной эксплуатации могут терять свою емкость. И особенно это критично сказывается при запуске двигателя на морозе. Итак, Андрей, мы поняли, что аккумулятор надо менять. Как его правильно подобрать? Подобрать аккумуляторную батарею Варта можно одним из пяти способов. Первый способ – использовать бумажный каталог Варта. Второй способ – используем электронный PDF-каталог. Можем использовать официальный сайт Варта, на котором представлен подбор аккумуляторной батареи. Можем обратиться к нашим официальным партнерам, кто обладает необходимыми компетенциями. А также для специалистов, батарейных специалистов, у нас есть специальный портал Варта Партнер Портал. На нем, помимо подбора аккумуляторной батареи, также представлены подробные инструкции по замене. Андрей, отлично! Пять источников для корректного, правильного подбора аккумуляторной батареи. А какие технические характеристики отличает одну батарею, от другой? Критериев достаточно много, но я бы назвал 8 основных. Сила тока холодной прокрутки. Ток холодной прокрутки должен обеспечивать необходимую силу тока на стартере для запуска двигателя, согласно рекомендациям автопроизводителя. Для легкового автомобиля это может быть 600 А, а для грузового – 1000 А или выше. Если значение тока будет ниже, двигатель может не запуститься. Номинальная 20-часовая емкость показывает количество электричества, которое может отдавать батарея при разряде в течение 20 часов. Измеряется в ампер-часах. Технология батареи. Основные три типа. SLI – традиционная стартерная батарея. EFB – улучшенная батарея. Можно применяться для автомобилей системы старт-стоп. AGM – самая современная технология для свинцово-кислотных батарей. Полярность или расположение клемм. Прямая или обратная. Корпус батареи. Европейская или азиатская. Тип крепления. Верхнее, как правило, на азиатских авто – GIZ. Нижнее крепление – N на европейских авто. Размер корпуса батареи. Тип клемм. Европейский конусный азиатский GIZ. Винтовые Америка. Андрей, какая еще информация может быть полезна для наших зрителей? Необходимо учитывать условия эксплуатации автомобиля. Если имеется много дополнительного оборудования, например, свет, сигнализация, музыка, то необходимо соответствовать с батарейными специалистами или использовать батарею более высокой технологии. Также бывает, что автопроизводители для различных рынков используют разные типы батарей. Например, они могут отличаться номинальной емкостью, пусковым током или габаритами. Какие советы дадите, как производители аккумуляторных батарей? Что сделать, чтобы аккумулятор служил долго и надежно? Перед установкой аккумуляторной батареи в автомобиле рекомендуется проверить уровень заряда батареи и при необходимости учить ее зарядку. Если вы часто используете автомобиль на короткие поездки или используете его крайне редко, то время от времени будет полезно совершить длительную поездку для того, чтобы батарея полностью зарядилась. Спасибо, Андрей, за полезные советы. До новых встреч. До свидания, Павел. Субтитры подогнал «Симон»!